Девушки отдыхают В согласии на третий бой с Головкиным Канело договорился со своим промоутером Golden Boy об увеличении компенсации в дополнение к действующему соглашению на 10 боев стоимостью 350 миллионов долларов, который он заключил в конце 2018 года со стриминговой платформой Dazon. Также стороны пока не пришли к соглашению по вопросу весового дивизиона. Первые два поединка Triple G и Канело состояли в среднем весе. В какой весовой категории пройдет бой, еще предстоит решить. Представители сказали, что Канело на данный момент согласен подраться с Головкиным в лимите среднего веса 160 фунтов, но он оставляет за собой право заявить, будет ли поединок проходить в 168 фунтах, где Канело владеет второстепенным титулом WBA и нацелен на поезд WBO Сондерса. Журналист Гэв Дати уверен, что положительные допинг-пробы Сауле Альвереса в 2018 году создали плохой прецедент для всего бокса. Теперь, по мнению эксперта, любой боксер может согласиться рискнуть и пойти на это, зная, что его ждет лишь полгода наказания. Шестимесячная дисквалификация Канело за употребление Клин Бутерола стала настоящим ударом для всего бокса, но единственное, как это повлияло на него, стало то, что реванш с Головкиным состоялся не в мае 2018 года, а в сентябре. Это было неверное послание всем. Канело утверждал, что он невиновен, но в его организме было найдено запрещенное вещество. Шестимесячный простой говорит о том, что на это теперь может пойти любой другой боксер. Он понимает, что если его поймают, в этом нет ничего страшного. Журналист ESPN.com Стив Ким порассуждал о том, что должен сделать Геннадий Головкин для победы в третьем бою с Саулем Альверсом. Головкин не выиграет на судейских карточках, а с учетом возраста и физического износа за его длительную карьеру, у него может больше не оказаться топливо в баке, чтобы пройти все 12 раундов с находящимся в расцвете сил Канело. Так почему бы не рискнуть и не обернуть поединок в драку, выбросить осторожность на ветер и вместо того, чтобы начать медленные раскачки, как триплжи дел в обеих противостояниях с Канело, рвануть с места в карьер и дать ход рукам. Независимо от того, кого вы считаете победителем их первых двух поединков, Головкин успешно использовал в них свой отработанный левый джеб, мог пробивать Канело гораздо чаще, чем его предыдущие соперники и даже немного потряс мексиканца в конце второго боя. Геннадий должен быть в состоянии выдержать такой темп, если он не смог выиграть 12-раундовый марафон, ему следует превратить его в короткий спринт. Сопромоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен не скрывает негативного отношения к своему коллеге Эдди Хирну, в то же время он заверил, что личное неприязнь не помешает бизнесу, если ему придется договориться с Хирном о поединке Фьюри против Энтони Джошуа. Перед последним боем Фьюри Хирн говорил, что Уайлдер нокаутирует Тайсона, а еще раньше он утверждал, что Фьюри самый скучный боец в истории, в обеих случаях Эдди ошибся. Называть Тайсона скучным – это что-то невообразимое. Моя задача заключается в том, чтобы делать все самое лучшее для моего подопечного. Если так будет лучше, то я буду работать с Хирном, я должен делать то, что будет оптимальным для Фьюри. Конечно, ради боя с Джошуа я бы работал с Хирном, мне же не нужно брать его замуж, в контракте нет пункта, согласно которому он должен мне нравиться. Александр Гвозик заявил о желании провести реванш против Артура Бетербиева. Я зол, я голоден, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, поэтому подождем. Двигаюсь только вперед, возьму реванш у Бетербиева, что я очень хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз. Промоутер Билли Джо Сондерса Эдди Хирн поделился последними данными по поводу поединка своего подопечного Саулем Альварсом. Сейчас Билли Джо Сондерс находится в Лас-Вегасе, он тренируется. Ожидалось, что в понедельник у нас будет пресс-конференция, на которой состоится анонс боя с Саулем Альварсом. Сондерс тренируется с Беном Дэвисоном и Джошем Тейлором, который тоже столкнулся с переносом боя, запланированного на 2 мая. Никто не знает, что они делают. В такие моменты надо сохранять концентрацию и дисциплину. Я верю, что Билли Джо Сондерс подерется с Канело, когда боксерский график вернется в привычное русло летом. Легенда бокса Майк Тейсон завел инстаграм для своего пса по кличке Марс. Боксер опубликовал несколько фотографий с собакой, а также выложил видео импровизированной тренировки. А на этом выпуск подошел к концу. Не забывайте делиться в комментариях своими мыслями, а также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Все, всем удачного дня и увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok